МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Факты на девятом. С вами Екатерина Давыдова. Добрый вечер. Этим утром Краснодар проснулся от сильнейшего ливня с градом. Из неприятностей из-за непогоды начался рабочий день в Краснодарском бау-центре. Не выдержала крыша торгового комплекса на Ростовском шоссе. Досталось и помещение внутри, из-за чего пришлось выставлять дополнительную охрану. Анжелика Ефимова с места ЧП. ЧП произошло примерно в 8 утра. В центре стройматериалов обрушилась кровля. Сразу рухнуло 100 квадратных метров и еще 300. Сейчас находятся под угрозой обрушения. В этот момент в здании уже находились все работники. Четыре человека именно в зоне, где обрушилась кровля. К счастью, пострадавших нет. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и пожарные расчеты. Всего 10 единиц техники. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Выясняется и причина обрушения. Предварительно кровля не выдержала погодных условий. Здесь прошел сильный дождь. С потоком воды не справилась ливневая система. Сильный дождь, ветер и град. Это продолжалось где-то минут 30. Земля была усыпана полностью градом максимально размер 2,5 сантиметра. Крыша торгового комплекса «Бауцентр» на Ростовском шоссе рухнула не в первый раз. Подобное ЧП здесь произошло три года назад. В этой же зоне было обрушение, когда был сильный снег и нагрузка примерно такая же получилась. Руководство «Бауцентра» сейчас подсчитывает ущерб. Восстанавливать придется не только кровлю. Помимо складского помещения, водой затопило и торговые площади. В результате обрушения сработала система пожаротушения на объекте, в результате чего частично залит водой «Бауцентр». Сейчас торговый центр оцеплен. В здании никого не впускают. Торговый комплекс охраняет порядка ста полицейских. Также наши сотрудники охраняют имущество, которое сейчас находится в открытом доступе. Движение по Ростовской трассе восстановлено. Поток транспорта движется в принципе бесперебойно. Но лучше гражданам воздержаться от движения, выбрать какие-то альтернативные пути. Точные причины сейчас выясняются. Они станут известны позже. Сейчас на месте ЧП работает группа экспертов. Анжелика Ефимова, Михаил Власенко, 9 канал, Краснодар. В Крымом гидрометцентре сегодня собралась большая очередь. Не для того, чтобы отомстить синоптикам за плохой прогноз. Больше сотни автовладельцев приехали за метеосправками, чтобы получить страховые выплаты. Их машины побило градом. Подробнее Майя Губа. Сергей невесело шутит. Июль для него роковой месяц. В прошлом году такую же иномарку смыло наводнением в Крымске. В этом новую машину побило градом. Ехал в районе улиц Российской и Шаляпина в 8 утра. И услышал, очень сильно по машине бьет. И потом посыпался град. Уже увидел, как будто лед упал с дева. Очень большие, примерно 2 сантиметра в диаметре. На белом авторе взглядеть вмятины невооруженным глазом практически невозможно. На темных машинах следы града видны более четко. Он выпал сегодня по всему Краснодару. Сильнее других районов пострадала северная окраина города. Улица Российская и Ростовское шоссе. В интернете появились десятки роликов уже в первые часы после ледяного дождя. Град барабанил минут 20. Самый крупный, по словам очевидцев, достигал размеров грецкого ореха. В Крымом гидромедцентре, пожалуй, никогда не было столько посетителей сразу. Все они приехали за так называемой метеосправкой. Этим документом синоптики подтвердят, что 30 июля в Краснодаре действительно был град, в результате чего пострадал автомобиль заявителя. Без этой справки автовладелец может не рассчитывать на страховые выплаты. Справка, к сожалению, у нас платная. Стоимость справки порядка 600 рублей. Но затраты на эту справку компенсирует страховая компания. Но хочу еще раз обратить внимание, что это только те автомобили, которые у нас застрахованы, именно как каска. Написать заявление для получения справки можно в интернете, на сайте гидромедцентра или отправить его факсом. Количество обратившихся уже перевалило за сотню. Синоптики предупреждают, чтобы не пополнить печальный список, нужно позаботиться о защите своего авто заранее. До конца суток прогноз по ливням и граду остается неблагоприятным. Кроме того, МЧС предупреждает и о повышении уровня рек на Кубани. Сегодня на территории края прошли, напомню, сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Его порывы достигали местами 20 метров в секунду. И такой прогноз, сообщает МЧС, сохранится до завтра. Сегодня губернатор Кубани Александр Ткачев с детальной проверкой объехал Краснодар. Смотрел, как выполняется распоряжение в части программы Краснодару «Столичный облик». Мои коллеги готовят сейчас этот материал к эфиру, мы к нему обязательно вернемся. Ну а пока у нас Сочи, где завершают реконструкцию набережной. Сейчас работы ведутся на участке от Центрального рынка до Краснодарского кольца. Это более двух километров. Там укладывают новую плитку, меняют ограждения вдоль реки. В рамках федеральной программы обеспечения строительства олимпийских объектов и развития города Сочи идет сразу 27 масштабных реконструкций на улицах и в подземных переходах. Программа долгосрочная, ее запустили пять лет назад. На сегодняшний день, по словам местных властей, выполнено примерно 85% плана. На все работы из консолидированного бюджета страны, края и Сочи выделено 700 миллионов рублей. Главным образом на то, чтобы сделать город безбарьерным для колясочников. Это одно из главных требований МОК. Все работы в рамках федеральной программы, как рассказали в Сочинской администрации, будут завершены к концу октября. И это у нас еще не все факты. Вот что будет далее в программе. Молодая девушка разбилась, упав с шестого этажа. Выпрыгнула или столкнули? Что тормозит курортный туризм на Кубани? Первые итоги сезона, его минусы и плюсы. В Краснодаре показали свет души пациентов в психиатрической больнице. Мысли, чувства в красках. Все это и не только. Сразу после рекламы она пройдет быстро. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. В Краснодаре построят сразу несколько подземных автомобильных парковок. Завершится и долгожданная реконструкция бульвара на Красный перед кинотеатром Аврора. Глобальные изменения ждут улицу Ставропольскую. А в районе рынка вишники уберут лишнюю рекламу, ларьки и построят подземный пешеходный переход. Это лишь часть проектов, которые сегодня обсуждали во время объезда губернатор Александр Ткачев и мэр краевой столицы. Наш корреспондент Евгений Вольский с подробностями. Дорожную разметку в центре Краснодара обновили недавно. Но то ли июльские дожди смыли покрытие, то ли краска некачественная. Красно-белая зебра едва заметно, констатирует губернатор. В очередной рабочий объезд по городу он отправился вместе с мэром и рабочей группой, отвечающей за столичный облик Краснодара. А вот металлические ларьки образца 90-х на Красной наоборот хорошо заметны. Посмотрите, слева киоск, да? Ну вот, наверное, он имеет право здесь быть, но качество киоска совершенно уже такое наш. Вчерашний, после вчерашнего дня. Все они предупреждены. То есть вы можете их сносить тоже? Да, это будет модернизация этого дела, новые материалы и, так сказать, приведение в порядок. Изменения коснутся и объектов на Пушкинской площади. Будущие проекты губернатор обсуждает на месте со специалистами. Планируется реконструировать центральный концертный зал кубанского казачьего хора, а под землей построить парковку как минимум на 1200 автомобилей. С красной заезжаем, вот красной заезжаем. Вот здесь будем ставить машины в два ряда, а здесь будут пандусы съезжать на второй, на третий этаж. Улицу Пушкина мы не перекрываем. Эти проекты – часть краевой программы «Краснодару. Столичный облик». И как ее исполняют, лично контролирует Александр Ткачев. Одно из поручений, которое давал глава региона городским властям еще зимой – избавиться от лишней рекламы на улицах. К июлю обещали зачистить центр. Перетяжки над дорогой на красной исчезли. Количество рекламных конструкций с 4000 сократилось вдвое. Но этого явно недостаточно. К примеру, на Ставропольской в районе рынка Вишники давно творится рекламный хаос. То, что Ставропольская больше похоже на барахолку, считают и местные жители. От Таманской и до университета. Как выбитые дома, вот эти двухэтажные здания, вот эта какая-то Сорочинская ярмарка. Что разрешил вот это им построить? Город и край сегодня занял позицию о том, что мы должны очиститься. В свое время, помните, когда у нас был дефицит всего, мы рады были любому ларьку, любому магазинчику. Удобно, красиво, купил газетку, колбаски и все. И вот это время, оно уже прошло, все, мы уже насытили. Поэтому, какая концепция, какая задача. Мы как раз и проехали Ставропольскую улицу, по моей инициативе, я пригласил мэра. Мы написали, что 150 ларьков, которые будут снесены, начиная от рынка, и заканчивая вот эта развязка. Вы правильно задаете вопрос, мы тоже на вашей стороне. С жителями Черемушек Александр Ткачев обсуждает и другую проблему. Как разгрузить один из самых проблемных с точки зрения автомобильных пробок район. Мы хотим сделать здесь большую развязку, трехуровневую. Правильно, правильно. Потому что пробки, слабое место, да, и мучают мышцы все, и горожане, и приезжие. Проектирует трехуровневую развязку на Старокубанской ученые из Петербурга. Она будет намного сложнее, чем даже Адлеровское кольцо в Сочи. Через три года по двум уровням пустят автомобили, а по верхней дороге трамваи, чтобы пути не пересекались с автомобилями. Но очень важно при строительстве создать минимум неудобств горожанам, говорит Александр Ткачев. Очень важно, чтобы трамваи в любую точку ходили. Чтобы в никакой случае не ставили трамваи на движение, потому что людям как перемещаться. Будет какой-то временный вариант разрабатываться. Значит, может быть даже временный, Александр Николаевич, конечно, постараемся предусмотреть все нюансы, связанные с перемещением. Четыре пешеходных перехода реконструируют. Ещё один новый построят в районе Вишняков. Другой проект, за реализацией которого следят все жители, реконструкция бульвара рядом с Авророй. Средки на театрам возводят большой музыкальный фонтан. Его строительство тоже включено в программу «Краснодару столичный облик». Мы уже обсудили с управлением строительства график производства работы. Я думаю, в первом мае следующего года мы полностью садимся. На очереди реконструкция самого здания кинотеатра. Изменится фасад, отремонтируют и кинозалы, оборудуют по последнему слову техники. В перспективе строительство в районе Авроры подземного паркинга. Всё это в планах. А пока южная столица, если отойти немного в сторону от центральных улиц, местами больше похожа на каменный мешок без зелени. С непонятными строениями, стихийными торговыми точками и безвкусной рекламой. Это недопустимо, заявил Александр Ткачёв уже на совещании после объезда города. «Справедливости ради, надо сказать, что часть рекламы убрана. Наконец-то исчезли растяжки. Практически, где мы не были, я ни одной не увидел. Хотя, скажем откровенно, полгода назад это был бич. Просто уже не было светлого видно из-за того, что их было огромное количество, где надо, где не надо, по разному поводу. И то, что это сделали, молодцы. Но еще больше, уверен, предстоит сделать. Считаю, что нужно применить все рычаги контроля, и в том числе и правоохранительную составляющую, чтобы навести на улице города порядок. И использовать, естественно, цивилизованные формы. Закон, штрафы, изъятие, судебная практика и так далее». На совещании обсуждают сроки строительства подземных парковок. Проекты глобальные и требуют детальной технической проработки. Приступить к строительству такого сооружения на площади Пушкина смогут не раньше осени следующего года. Но уже в этом, заверил мэр, в центре появится первая платная парковка с удобными терминалами оплаты и системой видеонаблюдения. Таких парковок в Краснодаре будет несколько в планах создания единой электронной службы парковок в городе. «Краснодар традиционно и Краснодарский край, он занимает лидирующие позиции в Российской Федерации с точки зрения бизнес-среды. То есть всегда говорят, что да, в Краснодарском крае удобно вести бизнес и так далее. И нужно сказать, что в том числе и наведение порядка в этой области, вопросы, которые мы в том числе сегодня касались, парковки и так далее, это еще один шаг в формировании благоприятной бизнес-среды». Проблему почти московских пробок в Краснодаре должны решить новые развязки. Ткачев делает замечание. От принятия решения до начала строительства слишком много времени проходит. Требует решения дорожных вопросов максимально ускорить. Поучиться можно у сочинских строителей. А вот в вопросах столичного облика перенимать опыт нужно у Москвы. Специалистов мэрии Ткачев предложил отправить за опытом в Казань. «Что касается главной темы, это вот три главные конструкции и торговые точки, временная торговля в городе. На сегодня, по крайней мере, мы всех предупредили, есть полный учет, есть полная аналитика того, как действовать. Поэтому я считаю, что до конца года в городе произойдут серьезные изменения в этой части. Мы отчитаемся перед вами о выполненной работе за эти дела». В рамках программы «Краснодару столичный облик» краевая столица получит 28 миллионов рублей. Сумма беспрецедентная. На эти деньги в городе должны построить не только дороги, разбить новые скверы, но и полностью обновить общественный транспорт. Город, комфортный для жизни, должен полностью оправдывать свое звание. Евгений Вольский, Яна Москаленко, Валерий Пятов и Денис Москаленко. Девятый канал «Краснодар». Выпрыгнула или помогли упасть? Сегодня в Краснодаре при падении с шестого этажа разбилась 17-летняя девушка. Трагедия произошла в 5 утра. Ее тело обнаружил случайный прохожий. От полученной травмы несовершеннолетняя умерла. Что случилось в эту руковую ночь, расскажет Александр Иванченко. Трагедия произошла в 5 часов утра. С шестого этажа упала 17-летняя Светлана Сопрыкина. Сильный удар о земле услышал случайный прохожий. Он и обнаружил девушку. Тогда она была еще в сознании. Просила о помощи, но медики не успели. Пострадавшая скончалась на месте. Детя на нас просто... Тяжело говорить просто... Мы сегодня заобщили нам в 5 часов утра. Мы все сюда. Стоя мог, кто приехал, взрослые. Как 17-летняя студентка попала в этот дом, неизвестно. Накануне смерти девушка находилась в квартире 116. Квартира эта съемная. Ее хозяйка сдает посуточно. В этот раз переночевать за деньги, по словам следователей, пришли четверо человек. Два парня и две девушки. В месте происшествия порядок вещей в квартире не нарушен. Следов борьбы также не было обнаружено. В месте происшествия была обнаружена бутылка, пустая, из-под шампанского. Четыре бокала. Правда, версия следователей и рассказ очевидцев расходятся. Случайный свидетель после трагедии видел, как из подъезда выбежали трое молодых людей. Об этом он рассказал родственникам погибшей. Вышли люди из подъезда, моментально, тут же, буквально, я пока с девочкой, ну, со Светой, пока он там думал, чем помочь, предложили, типа, вызвать скорую. Ну, и, как называется в народе, включили дурака и быстренько рассосались. Трое он видел сам лично, трое видел, а может быть и больше. Ну, трое было точно. Ну, и вроде как, по подозрению, машина по номерам 07 регион. Незваные гости в квартире, возможно, появились около трех ночи. В это время соседка по лестничной площадке услышала, как через стенку раздаются ужасающий грохот, удары и мужские разговоры. По стенках, туда-сюда, эти дверя, бах-бах, в лифт этот бах, его слышно, как он закрывается и открывается, все чисто. Следователи опять-таки утверждают, в квартире не было следов борьбы. Возможно, они остались на теле погибшей. Девушка бежала вот этими столбами, вот так вот, ровно поперед. Судмедэксперт, по предварительным данным, наверняка имеются, как сказать, следы от каких-то рукоприкладств или еще чего. Сейчас следователи выясняют, кто вместе с несовершеннолетней находился в квартире в эту роковую ночь. Для правоохранителей сбежавшие оставили ряд зацепок. Это отпечатки пальцев на бокалах, из которых пили молодые люди, и водительское удостоверение одного из парней. Его он оставил хозяйке квартиры в залог. Александр Иванченко, Андрей Чумаков, Анжелика Ефимова, Александр Кощеев, 9 канал, Краснодар. Первые итоги курортного сезона подвели в Министерстве курортов и туризма края. Отдыхающие приезжают не только из соседних регионов, но и из Сибири и Дальнего Востока. Сколько человек уже посетили курорты края, и чем так привлекательны места отдыха на Кубани, выяснил наш корреспондент. За первый месяц лета в нашем регионе отдохнули около двух миллионов человек. Поток курортников с каждым днем увеличивается. Во-первых, не жарко, постоянно ветерок. Не знаю, мы на Урдос не ощущаем после северных морозов. Для нас это замечательный климат. Вода в море хорошая. Я не вылазил из него. В общем, как залезли, часа два-три. И очень чистый пляж. Мы с Белоруссии, с Минска. Первый раз приехали. Впечатления положительные, очень положительные. Приезжаем сюда уже много лет подряд, потому что очень нравится море, люди, культура, чистота. Лидирует по количеству отдыхающих геленджик. Он принял больше 600 тысяч туристов. Такую популярность специалисты объясняют множеством имиджевых мероприятий в городе. Карнавал, фестивали, концерты. На втором месте Анапа, сильной стороной которой является детский и семейный отдых. За ней следует Сочи. Там уже отдохнули четверть миллиона туристов. Город привлекает внимание олимпийскими объектами, природой и лечебной базой Мацесты. По словам министра курортов и туризма края, одна из самых острых проблем сезона – пробки на дорогах. Отдыхающим приходится часами простаивать на трассах к морю. Одна из причин – то, что очень часто дорожные работы ведутся в самый высокий разгар летнего курортного сезона. Мы ведем работу сейчас и с ГИБДД, и с Росавтодором на тему того, чтобы так скорректировать графики, чтобы, по крайней мере, в летний курортный сезон пробок было гораздо меньше. А вот с размещением гостей проблем нет. Всего в крае сейчас работают больше 1200 пансионатов, бас отдых и отелей, а также сотни мини-гостиниц и десятки кемпингов. Средняя стоимость проживания в день по расчетам специалистов составляет от 2000 в гостиницах до 800 рублей в детских оздоровительных лагерях. Леонид Манчинский, Александр Брексин и Грехошобин, 9 канал. В клинике Трезе появилось уникальное в своем классе оборудование для коррекции близорукости, стигматизма и дальнозоркости. Оно способно возвращать идеальное зрение за считанные секунды. Избавление от близорукости или дальнозоркости – это, прежде всего, коррекция роговицы с помощью эксимерного лазера. Именно от его возможностей зависит, насколько хорошо будет видеть человек и насколько совпадет результат с ожидаемыми прогнозами. Новинка клиники Трезе – эксимерный лазер последнего поколения немецкой компании Швиндт. Эксимерный лазер Амарис имеет уникальную систему слежения за глазом. На сегодняшний день в эксимерном лазере Амарис самое высокое точное слежение. Более тысячи раз в одну секунду камера фотографирует положение зрачка. Это обеспечивает максимальную точность и максимальное качество операции. Всего за две секунды эксимерный лазер убирает одну диоптрию, а уникальная система термоконтроля не дает тканям роговицы во время операции перегреваться, сохраняя на ней естественную температуру. После коррекции, по словам врачей, зрение станет совершенным и будет даже лучше, чем в очках и линзах. Немецкое оборудование уже по достоинству оценили хирурги всего мира и пациенты. Раньше были большие трудности, со зрением, так что был большой минус, минус 11, и без линз, без очков невозможно было выйти никуда. Сейчас все 100%. Несмотря на то, что в России Тризе, одна из немногих клиник, обладает оборудованием такого уровня, цена для пациентов на операции останется прежней, как и на оборудовании предыдущего поколения. Необычную премьеру готовит своим зрителям музыкальный театр. В юбилейном 80-м сезоне поклонникам будет представлена новая лайт-опера «Мертвые души». Постановка основана на бессмертной поэме Гоголя. Но встретятся на сцене герои не только этого произведения. Автор, композитор Александр Пантыкин связал самых ярких гоголевских персонажей детективным сюжетом. А постановщик Александр Мацко воплотит необычную идею на наших подмостках. Новый спектакль покажет сразу после Нового года. Это будет современный спектакль. Пока это называется у нас рабочее название «Мертвые души» лайт-опера Пантыкина. Это будет очень большой спектакль, в котором будет занята абсолютно вся труппа. Это будет новый жанр, который еще не осваивал музыкальный театр. Но сегодня артисты больше говорили не о творчестве. На первом сборе труппа поздравляли тех, кто отличился в закулисной жизни. Солистов балета поздравили с пополнением семейства. В прошлом сезоне у исполнителей ведущих партий Романа Мамаева и Татьяны Крюковой появилась дочь. Их семья образовалась, когда они стали партнерами по сцене. Наши отношения начали бурно развиваться, как раз когда ставился балет «Черно-белое кино». И мы танцевали дуэт молодого Жени и молодой Марлен. Ну и как-то все это совпало плавненько. И у нас отношения, и там танец об отношениях. Уже завтра труппы театра творческого объединения «Премьера» приступят к репетициям. В юбилейном сезоне пройдут и знаковые фестивали. Осень будет посвящена оперетце. В афише будут «Летучая мышь», «Холопка». В них ведущие партии исполнят приглашенные звездные гости, народные артисты России, солисты московской оперетты Светлана Варгузова и Юрий Веденеев. Зима будет посвящена опере. В апреле состоится второй международный фестиваль современной хореографии. Закроют юбилейный сезон в июне мюзиклами. Вместо таблеток, кисти и альбомный лист. В выставочном зале представили экспозицию, в которую вошло 50 работ пациентов клинической психиатрической больницы номер один. На выставке «Свет души» представлены произведения, выполненные в разных техниках – живопись, графика, калаш. Все они имеют насыщенную цветовую гамму и могут конкурировать с картинами профессиональных художников. Для пациентов клиники несколько лет назад организовали арт-студию, которую ведет профессиональный преподаватель живописи. Творчество помогает врачам наладить контакт с пациентами, скорректировать диагноз и ускорить лечение. Пациенты получают возможность каким-то образом выразить те вещи, которые они не могут передать на каком-то вербальном уровне своему врачу. Занятие творчеством помогает им самим разобраться в тех изменениях, которые произошли в их психике. Работа пациентов представлена в выставочном зале уже третий раз. Кроме того, в конце прошлого года их оценили на фестивале в Москве. Как признаются врачи, живопись не только способствует психическому здоровью, но и помогает определиться в жизни. К примеру, один из бывших пациентов даже участвовал во всероссийской выставке, которая проходила в Эрмитаже. Но теперь о собаках, которые не сидят на цепи, охраняя дом. Они снимаются в кино, их можно встретить на модных вечеринках, а их фото увидеть на обложках глянцевых журналов. С ними на равных общаются телезвезды. Вот здесь ты говоришь, а потом ты уже не разговариваешь. Да нормально, че ты? Как живут богатые знаменитые собаки Краснодара, когда гаснут софиты? Зачем и мошенники со стразами, и страдают ли они звездной болезнью? Эксклюзивное интервью с хозяйкой гламурного плейбоя Жоры и другие тайги жизни собачьей Вы смотрите в программе «Такая жизнь» сразу после фактов. Сегодня в Краснодаре определились абсолютные чемпионы России по пожарно-прикладному спорту. А больше всех медалей увезла на родину сборная республики Татарстан. Следом за ними расположились пожарные из Челябинской области. Бронзовые награды получили спортсмены Московской области. У нас спорт технический, но тем не менее, у нас как таковых программ боевого развертывания, то есть нет моторов. И у нас два вида программы, это подъем по штурмам, есть в одной четвертой этаже учебной башни, и при этом метровой полосе с препятствием вполне могли бы войти в олимпийское движение. Вполне могли бы войти. А пока этот спорт не стал олимпийским, высшей наградой у пожарных считаются медали чемпионата мира. К слову, спортсмены, показавшие себя хорошо на турнире в Краснодаре, имеют реальный шанс попасть в составе сборной России на мировое первенство, которое пройдет в октябре в Южной Корее. Сегодня палата по разрешению споров Российского футбольного союза рассматривала конфликт футбольного клуба Мордовия и его бывшего тренера Даринелла Мунтиану. Что решили футбольные чиновники, знает Сэм Селезнев, он уже в студии фактов. Добрый вечер, Сэм. Добрый вечер. Рассказывайте, что решили. Ну, футбольные чиновники почитали, что Румын со спокойной совестью может забирать все документы из саранской команды и начинать работать в Кубани. Все подробности сейчас в «Фактах спорт». Даринелл Мунтиан может работать в Кубани. Такой вердикт вынесла палата по разрешению споров Российского футбольного союза. Ее заседание состоялось сегодня. И расторжение контракта Румына с Мордовией признано правомерным и соответствующим статье Трудового кодекса Российской Федерации. Вместе с главным тренером саранская команда обязана отпустить и всех его помощников. Теперь у желто-зеленых есть все права для того, чтобы подавать документы о регистрации нового тренерского штаба в Российскую футбольную премьер-лигу. Добавлю, что согласно новым правилам Кубань за наставника иностранца обязана заплатить РФ 5 миллионов рублей. Краснодарская семиборка Татьяна Чернова не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике. Сегодня Федерация этого вида спорта опубликовала список атлетов, которые в августе представят страну на соревнованиях. И в списке фамилий Чернова нет. Причина – травма, которую Татьяна получила на чемпионате России. Но и без Чернова список спортсменов, представляющих Краснодарский край, выглядит впечатляющим. 11 человек – это 10% всей национальной команды. Выступят в Москве толкатель «Ядра» Александр Лесной, копьеметатели Мария Бакумова, Дмитрий Тарабин и Алексей Товарнов. На 100-метровую дистанцию выйдет Александр Бреднев, 110 метров с барьерами пробежит Сергей Шубенков, 3 километра – Алексей Дмитрих. На мировой подиум попытаются подняться шестовик Александр Грипич в ригуне в высоту и длину Ирина Гордеева и Ольга Кучеренко. А Илья Шкуренев примет участие в соревнованиях десятиборцев. Кубанские батутисты завоевали серебряные медали 9-х Всемирных игр в Колумбии. Спортсмены из ЕСКО Дмитрий Ушаков и Никита Федоренко выступали в неолимпийском виде программы синхронных прыжках. И проиграли победителям из Китая около двух баллов. Спортсмены из Поднебесной, по мнению судей, показали более сложную программу. Добавлю, в составе победителей выступал олимпийский чемпион Дон Дон. Именно ему Дмитрий Ушаков год назад уступил на лондонских летних играх. В 16-м туре чемпионата России по регби 15 Краснодарская Кубань проиграла московскому Спартаку ГМ со счетом 28-38. В первом тайме хозяева владели преимуществом и даже ушли на перерыв, ведя в счете 11-10. Однако во второй половине встречи гости усилили давление и смогли оторваться в счете на 14 очков. Кубань бросилась отыгрываться, но это ей удалось лишь отчасти. 38-28 победа красно-белых. Добавлю, что в этой встрече не вышел на поле лидер Казаков Владимир Остраушка. Регбист по-прежнему восстанавливается после травм, полученной на Всемирной универсиаде. Хоккейный клуб Кубань во втором контрольном матче межсезонья уступил действующему чемпиону высшей хоккейной лиги. В поединке с Нефтекамским Торосом Грифоны пропустили трижды, а вот сами смогли отличиться всего один раз. Шайба на счету Андрея Шепеленко. Следующую товарищескую встречу Кубань проведет 4 августа. Соперник пока неизвестен. Скорее всего это будет Альметьевский нефтяник. Игра пройдет в Латвии. Именно там клуб сейчас проводит тренировочный сбор. Ну а далее погода со Светланой Листовой. У меня на этом все. Всего хорошего. До новых встреч. Светлана Листова. Скажу так. Ситуация не меняется уже две недели. Циклон как стоял на своем месте возле Москвы, так там и остался. В какой-то момент он начал терять свою силу, вроде бы все, можно ждать тепла. Но в циклон попал холодный воздух, и он опять активизировался и стал мощным. Одна надежда на фронт. Так вот. Завтра один фронт уйдет, а другой придет. Но это не значит, что станет жарко. Количество осадков уменьшится, но они будут и будут такие же непредсказуемые. Не забывайте зонт, он точно пригодится. Где-то просто пройдет дождь, а где-то и сильный дождь с градом. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 17. А сегодня вечером в некоторых районах порывы ветра достигнут 20. Температура ночью 13-18, на Азовском побережье тепло 23 градуса. А днем почти не жарко 25-30. На море тоже гроза, а в отдельных пунктах сильный дождь. Будет ветрен на 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14. Но, несмотря на дождь, температура воды не меняется. В Черном море 24-25, в Азовском плюс 25. Посмотрим на рейтинг. Самый теплый день ожидается в Крымске, в Кропоткине, в Горячем Ключе, там плюс 30. Прохладнее всего будет в Ейске, Сочи и Армавиле, там плюс 25. В Краснодаре вечером возможен дождь с грозой. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. А днем он усилится до 13. Температура утром 24 градуса, днем 30 и вечером 27. Давление низкое. Дорогие друзья, пусть вас не пугает дождь и не совсем летняя погода. Мы живем в необычном крае, у нас плюс 40 было в мае. Главное, вы не забывайте улыбаться, будьте красивыми в любую погоду и самое главное, не болейте. Напоминаю, что спонсор прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Выгодные кредиты – простые условия. Ну и все. Удачи, любви и тепла. Пока.